Свет непреступный, и исправи стопы нашей делами заповедей Твоих, Мои принадлежи, сестра Матери всех святых Твоих. Аминь. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе. Слава Тебе! Слава Тебе, Цену и Святому Духуя, на ней Песня и Повеке, поминь. Господи помилуй нас, Господи помилуй нас, Господи помилуй нас, Господи помилуй. Иисус истинный Бог наш, молитвами при чистой Своей Матери всех святых, помилуй и спаси от нас, яко благо человека любез. Аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. По учению из беседы святителя Иоанна Изотоустова. Что исповедует Меня пред людьми, того исповедую Я пред Отцом Моим Небесным. Евангелие от Матфея, 10 глава. Для чего же Он не довольствуется только сердечной верой, но еще требует и устного исповедания? Говорит, сердечная вера. А сегодня говорят, ты веришь? Да я, говорит, в душе верю. То есть какая-то душевная вера есть еще. Для того, чтобы побудить нас к дерзновению, к большей любви и усердию и возвысить, почему и говорит ко всем вообще, а не разумеет здесь одних только учеников, и не их только, но учеников, и их старается Он сделать мужественными. Кто будет знать это, тот не только будет учить других с дерзновением, но и претерпевать все легко и охотно. Это многих из тех, которые поверили этому слову, привлекло к апостолам, и отвергшиеся в муках подвергнутся большему утомлению, и исповедующие в блаженном состоянии получат большее воздаяние. Когда праведник продолжительностью времени усугубляет свои приобретения, и грешник во срочке наказания думает находить для себя выгоду, то он равносильно или еще несравненно большее предлагает воздаяние. Ты приобрел более для себя, говорит он, за то, что ты первым меня здесь исповедал. И я, говорит он, обогащу тебя, тебя боли всегда, дам тебе боли и несказанное боли, так как я тебя исповедую там. Видишь ли, что там предуготовлены награды и наказания? Что же ты заботишься и беспокоишься? Что ищешь здесь воздаяние, когда ты можешь быть спасен только надеждой? Поэтому, если ты сделаешь что-нибудь доброе и не получишь здесь за то воздаяние, не смущайся. В будущем веке ожидает тебя за это сугубая награда. Если же сделаешь что-нибудь худое и останешься без наказания, не ленись. Там постигнет тебя наказание, если только не переменишься и не сделаешься лучше. А когда не веришь этому, то из настоящего заключай о будущем. Если еще во время подвигов исповедники бывают так славны, то подумай, каковы они будут во время раздаяния венцов. Если даже враги прославляют их здесь, то не возвеличит ли и не прославит ли тебя, человеколюбивший всех отцов, тогда будут возданы и награды, и за добрые дела, и наказания за злые. Потому отвергающиеся и здесь, и там будут мучиться. И так, рассеяв боязнь и страх, колебавшая их души, последующими словами опять вселяет в них бодрость именно страхом, изгоняет из них страх. И не только страхом, но и надеждой великих наград, притом еще угрожая великой власти. Он отовсюду побуждает их к безбоязненному исповеданию истины. Так, продолжая речь, «Всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным». Для чего же он не довольствуется только сердечной верой, но еще требует устного исповедования? А для того, чтобы побудить нас к дерзновению и больше любви и усердию возвысить, почему и говорит ко всем и общее, не разумея здесь одних только учеников. Это многие, которые поверили этому слову, привлекло к апостолам. И отвергшиеся в муках подвергнутся большему томлению, и исповедавшие в блаженном состоянии получат большее воздаяние. Когда праведник продолжительность и временем соглашает свои приобретения, и грешник в отстрочке наказания думает находить для себя выгоду, то он разносильно или еще несравненно большее предлагает и воздаяние. «То я приобрел боли для себя, – говорит он, – за то, что ты первый меня здесь исповедал. И я, – говорит, – он обогащил тебя боли, так как я тебя исповедую, исповедую там. Будешь, видишь ли, что предуготовлены награды и наказания, что же ты заботишься и беспокоишься, что ищешь здесь воздаяние, когда ты можешь быть спасен только надеждой. Поэтому, если ты сделаешь что-нибудь доброе и не получишь здесь за то воздаяние, не смущайся. В будущем веке ожидаю тебя за это сугубая награда. Аминь». С миром Божиим! Кто готовился к исповеди, оставайтесь. Кто к окрещению готовится завтра, в 12 часов дня приходите сюда для собеседования. С миром Божиим! «Подолжение следует...» Продолжение следует...